Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи, недельные обзоры рынков от Fibagroup. И с нами сегодня Богдан Заруцкий, аналитик компании Fibagroup. Богдан, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь, и здравствуйте, уважаемые коллеги! Рады видеть вас после дохи живым и здоровым. Не всем так удалось пережить этот день. Как ваши дела? Как видите рынок на ближайшие недели? Что касается рынка, действительно, сообщения из дохи, конечно, подпортили ситуацию. Видно, что нефть марки VTI открылась с большим гэпом, практически на ценой поддержке в районе 38-24. Но сейчас мы видим такую ситуацию, что нефть, в принципе, практически полностью отыграла этот гэп. Сейчас последние котировки находятся на уровне закрытия пятничной сессии. Это говорит о том, что, в принципе, это неплохой результат, поскольку закрытие гэпа уже сумит к тому, что график цены может все-таки еще дальше пойти вверх. Мы, конечно, посмотрим. Но, с другой стороны, с технической точки зрения, видим то, что график цены вошел в более высокие торговые рамки. Это район 42-35 и район 40-31. Что говорит о том, что график цены может действительно закрепиться в этих рамках и дальше может уйти в бок в ожидании других важных новостей. Действительно, сообщения подпортили ситуацию. Саудовская Аравия выставила свои требования. Иран остался, скажем так, при своих требованиях. Это, конечно же, в какой-то степени может вызвать какую-то неопределенность на рынке. С одной стороны, есть готовность к тому, чтобы заморозить добычу нефти. А с другой стороны, все-таки Иран диктует свои условия. И это может в какой-то степени, обратно же, повторюсь, ввести график цены в определенное, скажем так, русло такой себе неопределенности. На мой взгляд, не исключено, что нефть в ближайшее время может находиться в руслах 42-35 и не ниже, чем 38-24. Не исключено, что график цены действительно может остаться в данных торговых рамках в ожидании других новостей. Кроме того, известно, что подобное мероприятие перенесется на другой срок. И не исключено, что участники рынка будут ждать как раз вот следующего заседания крупных нефтедобытчиков. Поэтому, на мой взгляд, все-таки ожидание следующего совещания, следующего заседания может играть гораздо большую роль. Ну, а что касается евро-доллара, то график цены держится у нас по-прежнему в низких торговых рамках. Конечно же, видно, что график цены пытался отыграть предыдущее уверенное снижение, то есть укрепление доллара США. Также видим и то, что график цены пытался достичь достаточно сильного сопротивления. Но мы сейчас видим, что график цены дальше готов находиться в состоянии ожидания. Понятно, сегодня у нас день не блещет важными событиями. Скорее всего, участники рынка будут ждать четверга. В четверг состоится объявление о 100% ставке ЕЦБ. Я хочу сказать, что известно, что уровень инфляции по-прежнему низкий. По-прежнему представители ФРС, не ФРС, а ЕЦБ будут говорить о том, что все-таки надо бороться с низким уровнем инфляции. И не исключено, что регулятор оставит ее на прежнем уровне и может дать навек к тому, что может ее даже в какой-то степени еще и понизить. Активы выкупают больше. Конечно же, это также негативный, скажем так, негативный сценарий. Поэтому не исключено, что евро может дальше находиться под давлением. Но с другой стороны, драйвером в пользу евродоллара, в пользу ее роста торговой активности, может выступить заседание ФРС в конце этого месяца. Поэтому не исключено, что ожидание может перенестись еще и на следующую неделю. С этой недели на следующую неделю. Поэтому, на мой взгляд, все-таки евродоллар может оставаться на прежних торговых позициях, в прежних торговых рамках. С одной стороны давит ЕЦБ, а с другой стороны будет давить ФРС. Поэтому, на мой взгляд, конец этого месяца будет более решающим. Так только уже все устаканится, все станет понятно на этой неделе, все станет понятно на следующей неделе, в таком случае можно ожидать уже действительно какой-то четкой определенности, и куда финансовый рынок дальше идти, в частности, валютному рынку ФРС. Поэтому, на мой взгляд, я вижу только такую ситуацию. Также в центре внимания на этой неделе может стать еще пятница. Она будет насыщенной, поскольку состоится публикация данных PMI. Это индекс деловой активности в сфере промышленности, в сфере услуг. Если посмотреть на сводный показатель PMI европейский, то есть еврозоны, то видно, что он держится в негативном ключе, но, как стало известно, ожидается рост этого показателя. Так, какой-то сбой произошел, да? Да, нет, мы вас видим, слышим хорошо. Ожидается рост этого показателя, несмотря на то, что последние месяцы они держались в негативном ключе. И, конечно же, это, в свою очередь, создавало давление на единую европейскую валюту. Но, если же действительно текущее значение окажется на уровне прогноза и выше предыдущего, то в таком случае евро может даже укрепиться. Поэтому обратно же, с одной стороны, ЕЦБ, с другой стороны, ФРС, эти новости. Я считаю, что все-таки график цены может дальше находиться в нынешних торговых рамках. Также в центре внимания может стать еще и канадский доллар, поскольку в пятницу состоится публикация инфляционного показателя. Это индекс потребительских цен. Там также ожидается рост этого показателя, незначительный, но, тем не менее, это может, если же ожидание участников рынка оправдается, показатель выйдет положительный, то это, в какой-то степени, может даже и укрепить канадский доллар. Поэтому, с одной стороны, с технической точки зрения, есть намек к тому, что канадец сможет развернуться от нынешних торговых уровней, скорректироваться против того нисходящего тренда, который мы наблюдали на протяжении апреля и части мая, марта. Поэтому, с технической точки зрения, есть предпосылки развернуться. Но спекулятивно, я думаю, что канадский доллар дальше может показать свое укрепление и в течение этой недели может еще и достичь минимума прошлой недели, поскольку, обратно же, ожидается рост инфляции. И также на канадский доллар влияет и стоимость нефти. Уверен, что нефть еще может дальше немного скорректироваться положительно, больше положительную сторону. А это, в какой-то степени, может еще и дать укрепление, может сыграть в пользу укрепления канадского доллара. Поэтому такая ситуация. Сейчас я готов показать график цены, посмотрим ближайшие уровни поддержки и сопротивления. И уже нам будет, скажем так, более понятнее, на какие уровни ориентироваться на этой неделе. Да, спасибо. Конечно, давайте посмотрим. Так, что касается евро-доллара, на H4 мы видим, что график цены сейчас находится в более низких торговых рамках. Видим попытку достичь сопротивления в районе 1.13.38. Такая, в принципе, вариант с достижением этого уровня. И, на мой взгляд, покупки, на мой взгляд, могут быть уже более рискованные. Не включено, что мы можем лидироваться с этого уровня, а может даже еще и оттолкнуться. Это будет очень важный момент, что мы можем рисковать. Так же, как я еще раз повторяю, что в районе 2.13. Когда уже все остальные рынки рынка полностью, все рынки были, если бы от канадского доллара, то здесь мы видим, что он также открылся с гэпом, также оказался под давлением, пытался закрепиться в более высоких торговых рамках с целью 1.30.40 и 1.28.97. Но обратно же мы видим практически такую же ситуацию, как на VTI. График цены перекрыл гэп, практически приблизился. Не сильно, но тем не менее находится на уровнях прошлой недели. И сейчас видна ситуация, что график цены все-таки уверенно входит в более низкие торговые рамки. Сейчас как раз на глазах это и происходит. Если же график цены уверенно закрепится, то будет больше шансов к тому, что график цены может достичь до минимума прошлой недели в районе 1.27. Запас хода до этого уровня не есть. Кроме того, все-таки, конечно же, была попытка достичь сильного сопротивления трендового, достичь отметки в районе 1.30.40. Но тем не менее мы видим, что все-таки нефть оказалась более сильной в данном вопросе, нежели техническая ситуация. Что касается австралийца, то австралиевая валюта также последовала общей тенденции снижения сырьевых валют на фоне падения стоимости нефти. Также мы видим ситуацию перекрытия этого гэпа и очередное практически достижение сопротивления в районе 0.77.20. С одной стороны, понятно, что график цены находится даже в таких восходящих руслах. И обратно же, если же график цены уверенно преодолеет район 0.77.20, в таком случае будет больше шансов вход в более высокие торговые рамки с целью на 0.78.46. Лишний этот сценарий не исключаю, поскольку если посмотреть на волновую структуру, там третья импульсная волна очень даже напрашивается. Поэтому это уже так немножко забегу вперед. Но на мой взгляд, все-таки график цены может дальше закрепиться в более высоких торговых рамках. Ну а что касается фунта, то фунт закрепился выше уровня 1.41.8. Держится на данный момент достаточно положительно. Также видим практически неплохое формирование восходящего канала. График цены может оттолкнуться от поддержки этого восходящего тренда и дальше пойти вверх. Также график цены уже дает неплохие сигналы к тому, что он может закрепиться в более высоких торговых рамках. Не исключено, что график цены на протяжении этой недели еще сможет дойти до сопротивления в районе 1.42.86. Кроме того, во вторник состоится публикация уровня безработицы в Великобритании. Ожидается, что показатель останется на прежнем уровне. Но тем не менее, если будет какое-то значительное отклонение, конечно же, можно ожидать рост торговой активности. Но если же все-таки будет снижение уровня безработицы, то, конечно же, стерлинг может только укрепиться в данных восходящих рамках и преодолеть этот нисходящий тренд, который мы наблюдаем практически с середины марта этого года. Поэтому посмотрим. Но тем не менее, все-таки рост торговой активности британским фунтом я очень даже не исключаю, поскольку публикация уровня безработицы выходит ежемесячно, имеет большую степень важности. И традиционно можно ожидать повышенный спекулятивный интерес на данную валютную пару. Ну, а что касается японской иены, видим, что японская иена оказалась валютой убежищем, она сильно укрепилась, поэтому с гэпом была попытка достичь поддержки в районе 107,59 иен. Но график цены не дотянулся, но тем не менее, на этой неделе очередное достижение этого уровня я очень даже не исключаю. Все-таки риски неопределенности на рынке нефти, они могут сыграть большую роль для данной валютной пары, для данной валюты убежища. Поэтому очередная попытка достичь этого уровня может быть очень даже вероятна. Поэтому такая ситуация у нас по японской иене. Хорошо. А вы завершили обзор, да, на этом, на японской иене? Отлично. Все, давайте тогда остановим его. И, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы Богдану. А у меня конкретный вопрос Богдану. Какие у вас позиции открыты сегодня и что из них вы планируете поддержать на этой неделе? Пока что у меня ничего открытого нет. Я открою свою позицию по австралийскому доллару, если будет уверенный пробой, район 0,7720. Вот я на эту валюту ориентируюсь. Вот, действительно, попытка отмечается, пробой этого уровня. Если обратно же будет все-таки уверенное его прохождение, я буду, скажем так, открываться. Вот такая ситуация. Я понял, ясненько. Ну, а в целом, я так понял, что все-таки первый день, во всяком случае, это неопределенность после дохи, выбор пути. И я думаю, только в авторник, в среду мы сможем говорить о каких-то уверенных трендах на этой неделе. Да, согласен с вами, полностью согласен. Спасибо огромное, Богдан. Удачи вам на рынке, хорошего настроения. И вам удачи, хорошего настроения, побольше профитов. Обязательно берегите себя. Всего доброго, до свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.